здравствуйте еще раз в этом уроке мы наконец-то начнем и закончим я надеюсь делать наш первый простой профессиональный фильм чего мы начнем на самом деле начать можно монтировать с любого места можно с конца середины сначала можно начали сделать титры или слайд-шоу или там цветокоррекцию все что угодно я обычно начинаю с прослушивания материала потому что вот в нашем фильме у нас будет практически сплошная музыка я оставлю специально какой-то родной звук посмотрим где более-менее он будет со смыслом чтобы мы его слышали сквозь музыку то есть будет играть музыка мы ее сделаем в этом месте чуть потише чтобы музыка ушла на второй план и был слышен основной родной звук записанные с видеокамеры я это сделал скорее всего один раз просто покажу как это делается хотя это уже показывал рассказывал в уроке который назывался эффект controls о звуке там два урока было про видео и про звук вот ну я еще раз расскажу ничего страшного повторение мать учения мы прослушаем звук удалим его то есть мы его разъединить разъединим с видео то есть разлинкуем оставим необходимый звук и дальше мы все быстренько подрежем подобьем под песню у нас вот здесь будет один клип то есть четко мы сделаем начало музыки начало видео конец музыки конец видео мы видим что длина этой секвенции то есть кто называется источники вот в этом месте 16 минут 43 секунды песни у нас где-то минуты три-четыре может пять не знаю вот разумеется мы должны больше десяти минут отрезать но материал в принципе здесь позволяет есть очень много материала такого найти одинакового много лишнего если конечно здесь был бы материал очень насыщенный то отрезать 10 минут у нас бы вряд ли получилось и вторую часть нашего фильма который называется мексика мы подобьем под половину песни почему под половину потом расскажу почему то есть у нас получится фильм состоящий из полутора песен примерно минут на пять на шесть который мы потом без труда выведем в любой файл для iphone или ipad для youtube а для blu-ray диска для диска на ту же следующем уроке подготовим для записи на blu-ray диск нам dvd диск сделаем меню я надеюсь хотя я меня уже давно не делаю как бы это лишнее совершенно главное понять основу как все работает а дальше пойдет все кармати как снежный ком самое сложное от начала давайте вначале подгрузим на тайм-линию вот фото и музыку нас они тайм-линии пустые вот музыка вот так вот выделяем мышечкой и кидаем сюда давайте сразу раскроем дорожку чтобы было видно и нажмем клавишу слэш чтобы увидеть все клипы на тайм-линии вот нас две песни эта песня у нас пойдет целиком это частично возможно отсюда мы видим да где музыка вздыхает вздыхает где она играет громче еще громче здесь начало все нам видно прекрасно чтобы видеть еще лучше мы можем дорожку чуть-чуть расширить вот так вот сделать давайте погрузим фото закроем папочку откроем также выделяем 4 файла и бросаем сюда вот наши фотографии они формате full hd то есть как раз по размеру нашего проекта эти фотографии мы будем делать слайд-шоу на самом деле закидывает на тайм-линию совершенно было их не обязательно можно было бы можно было бы сразу их кинуть в нужное место вот они нажмем отбой отмену ctrl z давайте теперь поработаем со звуком то есть удалим ненужный звук нажимаем на плюс чтобы увеличить тайм-линию и смотрим вот этот клип у нас будет для титров очень неплохой клип вот человек поснимал очень грамотно он поставил камеру и мы видим что если мы просто запустим play то облака вот вот они облака как бы плывут еле-еле их не видно как будто это статическая картинка но если мы ухватимся мышкой за верх курсора и быстро проведем то теперь будет видно будет видно что облака плывут давайте увеличим скорость этого клипа но раз в семь попробуем семь раз может потом поменьше сделаем если нам не хватит под титры этого куска но вначале давайте разлинкуем аудио с видео потому что на этим мы когда выделяем щелкаем по видео клипу у нас выделяется и аудио клип то есть когда мы снимаем на камеру что-то какой-то видеосюжет то звук пишется вместе с видео и они как бы залинкованы ну есть как минимум два способа разлинковать видео и аудио щелкаем правой кнопкой по любому из этих клипов и выбираем on link щелкаем да вот теперь у нас каждый клип сам по себе эти же клипа у нас пока еще совместные вот второй способ давайте сейчас отменим у нас снова все стало вместе второй способ более простой и быстрый нажимаем alt держим щелкаем по нужной дорожке и отпускаем alt теперь можем удалить клип если мы хотим этот клип вот нижний скопировать то мы нажимаем alt держим его и перетаскиваем клип допустим сюда у нас получилось копия только звука потому что мы нажимали alt и скопировали этот клип это новшество появилось в шестом премьере давайте удалим вот ведь у нас снова все вместе то есть мы должны нажать alt щелкнуть по клипу и сразу удалить его если мы не удалим щелкнем по пустому полю то у нас все снова будет вместе чтобы разъединить окончательно то конечно лучше воспользоваться вот правой кнопочкой и нажать on link ну давайте нажмем alt щелкнем по звуку и нажмем delete все звук мы удалили он нам здесь не нужен и теперь давайте увеличим скорость давайте в семь раз щелкаем правой кнопкой по клипу и выбираем speed duration то есть скорость и длительность здесь мы можем поменять направление движения то сделать реверс можем изменить скорость движения клипа ну и вроде все давайте напишем здесь 700 процентов окей нажимаем клип у нас сразу стал коротенький зато облака стали двигаться очень быстро но мы видим что он вот сюда титры на раз опыт и не поместятся давайте им все таки немножко увеличим этот клип сделаем помещен скорость и сделаем 500 процентов просто нажимаете правой кнопочкой speed duration и пишем 500 то есть нам сразу предлагается написать сюда какие цифры то есть не надо выделять ничего у нас уже выделено все нажимаем ok клип увеличился то есть я думаю теперь нам вполне хватит потом даже подрежем немножко этого клипа для титров давайте удалим вот это пустое место щелкаем правой кнопкой именно по этой дорожке интервал на который мы хотим удалить и выбираем ripple делит все клипы которые находятся справа закрывают собой интервал давайте теперь послушаем звук но здесь нам точно звук не нужен давайте сделаем поменьше таймлинию нажмем на минус два раза и быстренько прокрутим курсором эту таймлинию мы слышим что никакого звука в принципе нету ни разговоров ничего ценного просто шум воды то есть нам это звук не нужен мы примерно слышим что там происходит говорит нечего и не расширить скажешь если ничего не слышно вот пошел разговор вот смотрите дурацкое слово вот давайте вот это расставим это оставим а вот это все с удалим смотрите как мы удалим сразу целиком все весь звук с этих клипов мы нажимаем alt и рисуем такой маленький четырехгольник туз выделяем все эти звуковые клипы нажимаем делит хватаемся за эту полосу про крузочки либо можно нажать клавишу h hand нажимаем курсор мыши превращается в руку и можно вот так вот подвинуть подвигать таймлинию давайте снова нажмем инструмент выделения selection tool клавиша в значит этот клип мы оставляем со звуком потом здесь мы просадим звук и ну смысле звук в песне и оставим родной звук так здесь нам здесь не надо этого ничего получается вот так вы прослушать звук весь звук который вам нужен вы оставляете который не нужен вы удаляете как я говорил мы оставляем звук только на одном клипе то есть в одном месте мы звук сделаем потише у музыки а здесь возможно погромче посмотрим надо все слушать вот как удалить одним махом весь звук составит составших состав 6 клипов очень просто мы выделяем нижние как бы нижние нижние клипы который называется звук таким образом вызываем инструмент track selection tool если вы находитесь в шестом премьере то эта клавиша по умолчанию а если в пятом в пять с половиной и ниже то клавиша м честно говоря у меня я переделал клавишу а на клавишу м по старинке не так более привычно и более логично зачем адобовцы это сделали непонятно вот нажимаем клавишу ну или а или м и смотрите что происходит если мы просто выделим то выделяется все а что выделить только звук мы нажимаем и держим снова alt и щелкаем разумеется по звуковой дорожке выделяется только звук до конца секвенции то есть нажимаем слэш чтобы посмотреть видите у нас выделялось все и нажимаем delete вот работа со звуком у нас практически закончена то есть мы удалили ненужный звук возвращаемся в начало нажав либо home либо ввод enter у нас сразу пошло проигрывание нажимаем паузу давайте подложим сюда музыку нажмем клавишу в начале вызваем инструмент selection tool сергмент выделения и этим инструментом подложим сюда музыку которую мы уже положили вот сюда вот либо можно взять ее отсюда запросто то есть берем и тащим куда нужно давайте отсюда возьмем выделяем эту песню и нажимаем control x то есть мы ее вырезаем что она нам здесь уже больше не нужна чтобы не путаться чтобы еще раз друг куда-то ее не поставить но сейчас у нас две песни час мы не ошибемся а когда бывает 20 песен то мы запросто можем ну лично я могу запросто поставить ее еще один раз поэтому я всегда вырезаю control x источники и теперь вот такой немаловажный момент ставим курсор начала таймлинии то есть сейчас нажмем control в то есть вставить то музыка вставится во первых от начала курсора то есть если мы поставим здесь то музыка пойдет отсюда и она пойдет она встанет на ту дорожку которая выделена если выделены все дорожки как в этом случае вот мы снимем снимаем деление вот выделяем то она по умолчанию встает на более первую ну то есть на первую если мы снимаем деление с первой дорожки она встает на вторую то есть на третью она не встанет на третью если мы хотим чтобы она встала мы снимаем деление со второй с первой дорожки если мы так делаем то встает на первую дорожку и разумеется смотрите что мы делаем сейчас совершим ошибку я нажимаю Ctrl V музыка у нас встает на первую дорожку и затирает нужный нам аудиоклип то есть он пропал причем навсегда если мы сейчас не вернем все как было нажимаем два раза Ctrl Z давайте поставим музыку лучше на вторую дорожку и сохраним этот файл снимаем выделение и выделяем вторую дорожку ставим курсор в начало и нажимаем Ctrl V все музыка у нас стоит наша задача какая удалить примерно вот столько а столько видеоматериала но это так кажется что это много на самом деле здесь много лишнего много одинакового очень скучно будет смотреть если мы включим и будем смотреть все эти 15 минут а так у нас будет более-менее динамично динамично плюс мы сюда еще ставим небольшое слайд-шоу из четырех фотографий но это займет буквально там не знаю 25 секунд хотя тоже время давайте увеличим таймлинию нажмем плюс и начнем резать наши клипы периодически посматривая то есть нажимая на клавишу слэш как у нас сдвигаются эти клипы потому что мы будем сейчас резать допустим насколько подрезали настолько эти клипы будут двигаться давайте просто посмотрим вот ради реза я вот беру эти клипы и вырезаю их если я просто вырезаю то у нас остается дырка давайте отбой сделаем если я нажимаю shift delete на самом деле у меня все это находится на клавише то есть я не нажимаю две клавиши я нажимаю одну клавишу то есть я переделал пример под себя и стала работать намного быстрее и удобнее значит у вас по умолчанию это shift delete то есть удаление со сдвигом смотрите нажимаем shift delete на я нажимаю Z и у нас удаляются клипы которые мы выделили а остальные клипы сдвигаются на то расстояние которое мы удалили так грубо говоря давайте нажмем отбой также можем ненужный клип допустим выделяем и нажимаем control shift клип удаляется и правые клипы сдвигаются на это расстояние то есть прилипая к предыдущему клипу клеевому отбой как же по-быстрому нам нарезать материал очень просто нажимаем плюс и начинаем этот клип мы оставили пока для титров чтобы обрезать быстро клипы надо вызвать инструмент ripple edit то есть редактирование со сдвигом находится на на клавиши давайте я вам все-таки вытащу палитру tools опять здесь нет ничего куда все девается вот непонятно просто давайте поместим наверх и сюда вот зелененькое ага опа и вот так сдвигаем давайте оставим пока мне эта панель конечно не нужна палитра ну я буду показывать что и как делать вот этот инструмент да нет track selection tool вот он ripple edit клавиша B нажимаем ну или сюда нажимаем либо нажимаем клавишу B курсор превращается вот в такой значок если мы наводим на стык кстати мы уже им работали в прошлом уроке мы обрезали black video ну да обрезали музыку сейчас мы подкорректируем мы просто пока бросили здесь ее давайте вот это оставим у нас под титры вот здесь мы ну сколько допустим давайте отрежем вот поставим курсор на стык между клипами стрелочка смотрит вправо потому что мы обрезаем этот клип можно по курсору резать курсор мышки прилипнет курсору таймлинии курсору текущей позиции можно без курсора на глаз вот так зажимаем и ведем при этом мы видим в правом окошечке сколько мы отрезаем и что мы отрезаем вот я иду назад мы это все вот это отрезаем слева мы видим левый клип отпускаем и у нас все прилипает то есть у нас интервала никакого нету давайте посмотрим что у нас остается щелкаем вот мышкой сюда и перемещаем сначала клипа то есть нажимаем клавишу стрелочка вверх это если мы находимся в шестом премьере если вы находитесь в премьере пять с половиной пять и ниже то вы нажимаете пейдж ап и разумеется если у нас в шестом премьере это стрелочка вниз то у вас пейдж даун нажимаем пробел ну сколько вполне хватит да стоп и давайте этот инструмент ripple edit у нас остался давайте отрежем оставшийся кусок хватаемся за край и ведем и кстати мы видим в левом окошечки что мы отрезаем мы ничего не пропустим вдруг там какой-то важный момент мы его не пропустим но так как здесь в принципе снято все так знаете вот все одинаково специально для того чтобы можно было много отрезать мы здесь вероятно ошибемся теперь чтобы ухватиться за начало следующего клипа видите у нас не получается мы должны снять выделение щелкаем по пустому полю и вот так вот режем вот смотрим примерно знаете оставляем одинаковое то есть одинаковое длино вот сюда можно сразу поставить переход cross dissolve это перекрестное как бы затухание но разумеется для этого дорожка должна быть выделенная то есть если дорожка не выделена то стрелочка вверх-вниз у нас уже работать не будет или там page down page up если у вас четвертый там пятый пример я нажимаю я нажимаю и мы попадаем не туда когда мы хотим а попадаем туда у нас выделена дорожка аудио допустим если мы снимаем выделение то мы уже вот слышите я щелкаю по стрелочке вверх стрелочке вниз у нас ничего не происходит то есть выделяем первую дорожку и теперь щелкаем стрелочкой вверх если мы хотим переместиться в начало вот этого клипа если в конец клипа то стрелочка направо и один кадр налево то есть стрелка влево один раз и мы видим последний кадр вот этого клипа давайте переместимся в начало тайм линии возможно я нудно рассказываю долго зато эта вся информация весьма полезная еще вот такой вариант если у вас есть какое-то разное видео интересное вы вначале можете его просмотреть вот так вот схватились за курсор текущей позиции мышкой и провели если нет ничего интересного вот видите в этом месте дернулась камера нам как бы особо не нужно а вот в этом месте она стоит хорошо вот прямо отсюда берем и тащим все прилипает вот так вот оставляем так и я уже говорил про переход по умолчанию который называется Cross the Soul значит выделяем нужную дорожку перемещаемся допустим этот стык стрелочка вниз уже и нажимаем горячие клавиши Ctrl D то есть мы вставляем переход по умолчанию Cross the Soul Ctrl D переходы о переходах я рассказывал поменять переход по умолчанию мы это можем сделать очень быстро и просто щелкаем по любому переходу который у нас есть правой кнопочкой и выбираем Set Selection as Default Transition то есть сделать выделенный переход переходом по умолчанию теперь у нас переход будет такой по умолчанию Film the Soul давайте оставим как было то же самое с аудио смотрите что у нас получается плавно плавно под такую музыку я думаю в самый раз мы сейчас этих переходов понаставим много и не только их еще другие поставим переходы но здесь есть одно но вот я часто вижу это в фильмах моих коллег когда видео в переходах дергается это не профессионально давайте сейчас я вот у нас где-то был у нас дергалось видео вот в этом клипе кажется давайте сейчас не будем возвращать все как было а просто выберем инструмент который называется честно говоря забыл как он называется я помню что клавиша Y кажется вот этот нет нет вот он нет а где он вот он Sleep Tool называется инструмент то есть мы нажимаем клавишу Y нажали корсор мыши превращается в такой значок и начинаем двигать клип внутри то есть видео движется внутри обрезанного только клипа если клип не обрезан мы ничего подвинуть не сможем давайте щелкаем и двигаем влево вправо то есть видите начало и конец клипа остаются на месте а видео в нем то есть как бы смещается внутри вот этот клип у нас не обрезанный кстати я не сказал как понять клип обрезанный или не обрезанный очень просто это видно по вот этим черным треугольничком если в начале и в конце стоят черные треугольнички то клип полностью не обрезан если треугольничек с одной стороны есть с другой нет значит клип обрезан с одной стороны только там где треугольников нет видите мы здесь порезали клипы у нас треугольников нету а здесь мы еще пока не трогали и здесь этот инструмент работать не будет смотрите я двигаю туда-сюда не получается потому что у нас ничего не обрезано если мы отрежем то клип может двигаться туда-сюда кстати мы сейчас можем полностью вправо сдвинуть и слева появится черный треугольничек давайте попробуем все видите появился черный треугольничек то же самое мы можем сдвинуть его полностью вправо вернее сдвигаем влево и справа появляется черный треугольник так давайте знаете как сделаем сейчас я сделаю так чтобы вначале было видео которое дергалось вот оно видите дергается слева вот и мы его оставим и поставим переход давайте попробуем поставить переход и посмотрим что получится у нас будет такая ошибка который допускает многие мои коллеги ставим нажимаем ctrl d и смотрим видите что произошло в переходе видео дергается это некрасиво это непрофессионально берем инструментом забываю как называется slip tool двигаем сдвигаем видео подальше вот так примерно с запасом и у нас уже что у нас все идеально ровно и плавно один клик переходит в другой вот это вот называется профессионально ни одна собака не привяжется и ничего не скажет нам что вы что мы не профессионалы так а вот сейчас я кручу колесико на мышке сейчас на себя часто от себя и так далее таким образом я двигаю таймлинию таймлинию может двигать также вот ухватившись за полосу прокрутки нажав клавишу h hand рука вот так вот зажимаем и двигаем так дальше давайте дальше режем снова видимо здесь немножко тень была потом видимо уходит вниз а здесь видео хорошее более-менее нажимаем клавишу b режем все прилипает вот до сюда нам вполне хватит и таким образом так вот видите он руку поднял пускай будет какое-то действие давайте отрежем примерно вот сколько там у нас получается да кстати когда мы режем клип вот в этом месте мы видим сколько кадров вот эти последние цифры 26 это количество кадров следующие секунды мы отрезали секунду и два кадра сколько мы отрезаем для того чтобы переход грамотно отображался на таймлинии вообще чтобы грамотно отображался то мы должны отрезать примерно секунду с каждого видео слева с правого потому что у нас переход длительность перехода две секунды и чтобы видео в нем не стояло как как стояло видео очень просто допустим смотрите у нас клипы не обрезанные кстати это касается всех переходов не только кросс десуал а вообще всех но только внутренних переходов еще есть внешние переходы они ставятся вот так вот покажу примерно так то есть предположим это переход кстати мы даже сейчас можем сделать переход вот из этого видео выделяем вторую дорожку клавиша стрелочка вверх или пейдж ап давайте стрелочка вверх ставим переход вот у нас стал четко перед стыком очень хорошо дальше стрелочка вниз уже два раза потому что у нас выделена первая дорожка и курсор идет по всем стыкам на выделенной дорожках еще раз стрелочка вниз и стрелочка влево как я говорил чтобы увидеть последний кадр и снова нажимаем ctrl d смотрите что у нас получается появляется это видео и появилось следующее видео то есть можно здесь какую-то фотографию взять то есть сделать длину фотографии примерно вот такой можно побольше какой-то элемент ну все что угодно и тем самым закрыть вот этот стык давайте плюсики нажмем вот этот стык но лучше конечно подвинуть так вот более правильно будет либо сдвинуть переход вот можно так его сдвинуть покороче сделать но о переходах я рассказывал опять же в уроке переходы там все подробно не буду сейчас углубляться вот главное чтобы мы закрыли вот этот стык теперь не будет издергания вот смотрим примерно так стрелочка минус давайте нажмем несколько раз ctrl z то есть отбой вот так все стало на место так вот он руку поднял опустил хватит нажимаем b отрезаем здесь тоже смело режем потом в случае чего если мы слишком много нарежем мы можем вытянуть эти клипы вот вот так вот мы вытягиваем вытягиваем и вся махина сдвигается направо настолько насколько мы вытянули клип так что ничего страшного то есть эти клипы остаются на месте мы их не отрезаем окончательно ctrl z отбой так здесь мы вот так отрезаем здесь у нас давайте просто клип удалим он нам не нужен допустим он нехороший какой-то выделяем его и нажимаем удаление со сдвигом shift и lift здесь можно оставить ничего не резать просто оставить очень неплохой переход как раз девушка начинает двигаться я думаю и сюда не надо ничего ставить кстати насчет перехода внутреннего перехода если мы не обрезаем видео давайте я вам покажу что получается переходим на этот стык стрелочкой вниз и нажимаем ctrl d программа пишет что не хватает медиа то есть не хватает кадров для плавного перехода кадры будут повторяться они как повторяться они будут просто стоять смотрите в этом месте нажимаем плюс посмотрим то есть в этой части перехода мы видим вот это видео часть видео а в этой части перехода мы видим часть этого видео то есть здесь будет видео стоять это видео будет стоять а вот в этом месте будет стоять видео это оно не будет двигаться вот смотрите видите получается что ничего у нас не двигается видите вот водопад он стоит на месте видите а потом начинает в этом месте двигаться это водопад а это а это у нас стоит ну-ка стоит да то есть вначале у нас здесь вот вода стоит потом начинает двигаться то есть это тоже получается ну такой брак как бы ну некрасиво получается давайте выделим и удалим нажимаем на минус так мы решили оставить сюда не будем ничего ставить никаких переходов много переходов тоже ставить вредно ну и хватит хватит наверное как хорошо там девушки камера двигается так мальчик идет ну вот как он идет нам не надо а вот этот нам надо как он поднимает руки то есть девушка снимает с руки разумеется немножко неровно ничего страшного здесь у нас видео немножко дергается потому что правильно снимать как кино снимают или какие-то репортажи снимают наши коллеги телевизионщики с первого канала с НТВ и так далее вначале снимается крупный план потом средний потом мелкий потом снова крупный средний мелкий тогда не нужно ставить никаких переходов а вот здесь конечно желательно переход поставить потому что все таки по глазам немножко режет вот здесь ничего не режет здесь у нас дальний план здесь более крупный то есть совсем другой план поэтому по глазам не режет здесь кстати тоже видите совершенно режет по глазам все отлично идет прям переходы в принципе не нужны а здесь конечно можно поставить здесь вот дергается мне кажется немножко вот а давайте отрежем кстати отрезать можно клип и по-другому не только так давайте сейчас мы с вами отрежем хотя я об этом рассказывал в уроке про инструменты нажимаем клавишу c это лезвие вот нарисован у нас называется она razor razor tool давайте нажмем нажали и щелкаем желательно по курсору если мы мы по курсору четко разрезаем то есть как бы любой инструмент прилипает к курсору ну или к любому стыку если нажата клавиша snap то есть команда snap нажата то есть активно вот мы щелкаем и не промажем уже мы четко режем по курсору сделаем отбой либо можно по-другому сделать опять тоже об этом рассказывал мы режем опять же по курсору командой у меня это команда на клавише а а у вас контр-к точно контр-к то есть этой командой режется режется все клипы на выделенных дорожках в данном случае у нас дорожка выделена одна получается хотя выделены две даже три но на третьей аудиодорожке на второй видеодорожке у нас клипов нету поэтому у нас порежется только видеоклип на первой дорожке нажимаем контр-к видим что порезался только видеоклип аудио не порезался если мы выделяем аудиодорожку и нажимаем снова контр-к то у нас режется и видео и аудиоклип отмена но здесь мы не будем отменять здесь мы вот смотрим смотрим нам это ну вот здесь неплохо отлично вот давайте тоже порежем инструментом лезвия инструмент лезвия режет только там ну то есть режет только те клипы по которым как бы мы щелкаем так а этот клип мы должны удалить инструментом выделения selection tool нажимаем клавишу V и нажимаем shift delete здесь здесь у нас сильно бьет по глазам мы должны поставить здесь какой-то переход хватит нажимаем B и подошли вот к этому моменту видите у нас ничего не слышно потому что громко играет музыка но прежде чем здесь уменьшать звук мы должны конечно вначале подбить начало самое начинается в темноте это неправильно и начинается у нас резко этот клип давайте введем плавно из темноты первый клип для этого инструментом выделения клавиши V мы временно сдвинем его сюда к курсору и нажмем ctrl D то есть снова поставим переход по молчанию который в этом случае будет выполнять функцию не перехода а плавного появления клипа то есть почему я это сделал если мы вот оставим вот так и переместим сюда нажмем ctrl D то в принципе у нас то же самое получится почему потому что мы клип этот не обрезали но обычно у меня первый клип всегда обрезанный потому что какие-то смазанные кадры в начале я обрезаю и если бы клип был посмотрите обрезанный то у нас просто был бы такой переход ну в принципе тоже это можно оставить но в данном случае у нас цель такая чтобы именно отсюда пошло плавное появление этого клипа давайте нажмем отбой перемещаемся начало клипа ставим плавное появление как бы cross the soul то же самое и двигаем в начало то есть к концу black видео закрываем вот вручную только вручную потому что если мы нажмем вот так вот то сдвинется сдвинутся все клипы и мы потеряем часть этого видео отменяем и вы просто вытягиваем обратно его и теперь у нас музыку сдвигаем в начало примерно вот так и смотрим опоздали ведь в начале у нас началось появляется картинка а музыки еще нет давайте сдвинем музыку еще немножко левее нажимаем плюсик и инструментом выделения selection tool клавиши мы чуть-чуть сдвигаем примерно так чуть-чуть еще ну вот видите уже как-то веселей еще можно даже на один-два кадра допустим если мы хотим сдвинуть четко на два кадра или на один вначале выделяем дорожку на которой находится звук перемещаемся сначала и стрелочка влево допустим мы хотим сдвинуть на два кадра ровно мы два раза нажимаем стрелочку влево раз два два кадра и сдвигаем четко по курсору он бум и у нас и прилипает если нужно один кадр вправо ради бога нажимаем стрелочку один раз вправо и сдвигаем мышкой клип на один кадр вправо поздно рано где-то так вот ну пускай вот даже немножко так еще сделаем хватит как-то все равно у нас музыка поздновато началась ну пускай так останется тут знаете кто как захочет так и сделает так музыка началась все значит титры титры ну сколько у нас титры давайте потом просто титры подобьем под это видео да появляются титры титры можем сделать любой длины ну мне кажется очень длинные они получаются очень длинные тем более в конце нас дернулось что-то такое да дернулось давайте покороче наверное сделаем как-то вот так вот клавиши и отрезаем кусочек все сдвигается все прекрасно так отлично теперь в принципе можно уже даже делать титры либо сделать здесь вначале непонятно ну то есть без разницы можно титры можно звук убрать давайте вначале сделаем титры их подобьем то есть сначала сделаем уже а потом уже мы уведем здесь музыку и чтобы было слышно что там человек говорит хотя там шумит вода сильно ну значит поменьше сделаем музыку потише чтобы сделать титры в премьере опять же вызвать окно то есть палитру титровальную можно двумя способами в окне project нажимаем на кнопочку new item и выбираем title либо я обычно делаю по другому я нажимаю ctrl t то же самое появляется но это быстрее мне кажется и сразу предлагается ввести название титры у нас будет один или два титра ну знаете я обычно не пишу если вам хочется вы конечно напишите и если у вас много титров будет то лучше создать папочку которая будет называться титры и в них эти титры складировать нажимаем ok сразу и нам предлагается щелкнуть и ввести текст в начале мы выберем давайте выберем в начале какой-то стиль если у вас стиль здесь мало стили берутся здесь вот в этой закладке вот мы выбираем ну допустим какой-то пускай будет такой зелененький ну в начале пишем допустим Мексика так Мексик 2013 теперь чтобы этот текст отредактировать то есть видите мы написали уже вот этим стилем мы нажимаем то есть опять же Selection Tool клавиши V либо щелкаем сюда и можем вот так вот изменить размер отбой а можно здесь Font Size то есть размер шрифта примерно ну это большие буквы вот так вот давайте вот так на горе сделаем здесь будет плохо видно хотя здесь можно конечно сделать и Drop Shadow то есть тень так где у нас Drop Shadow а вот Shadow просто у нас есть тень давайте поместим на беленькую допасть это Engel дистанция вот дистанция у нас вот видите у нас так вот сделаем то есть угол выше ниже у нас вообще солнце отсюда давайте угол поменяем вот так сделаем уголочек вот сюда ну и так далее можно побаловаться поиграться как угодно отлично вот чтобы изменить шрифт пример берет шрифты так же как фотошоп как и автоэффект те которые загружены в систему то есть на диск c windows fonts папочка с шрифтами если то что у вас там есть то будет и здесь то есть для этого мы вот щелкаем по выпадающему меню вот они эти шрифты все наши вернее мои которые загружены в мою систему и чтобы можно было просто пролистать эти шрифты щелкаем вот не здесь а здесь вот так вот щелкаем и стрелочкой вниз или вверх допустим я вниз сейчас скручу мы выбираем шрифт который нам как мы считаем больше всего подойдет ну это вот так вот щелкаем 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 ну давайте в принципе оставим любой увеличим давайте так вот чтобы сохранить пропорции нажимаем shift и держим это касается и фотошопа и автоэффект и так далее то есть shift с нажатой клавишей shift сохраняются пропорции при изменении размера мышкой все допустим нам нас это устроит можем расположить даже вот здесь вот так нельзя вот здесь даже потом можно всегда подвинуть в премьере этот слой давайте так оставим все нажимаем на красный крестик потому что мы все сделали теперь мы немножко анимируем наш наши титры вот они находятся мы берем и просто сюда перетаскиваем разумеется размер мы можем изменить какой угодно это не видеофайл это всего лишь что-то вроде фотографии still image нажимаем клавишу V и видите мы можем растянуть наши титры как угодно вот у нас здесь немножко подвисает почему подвисает сейчас объясню потому что мы загрузили сюда сырые файлы в формате MTS то есть те файлы которые пишутся на камеру вот лично на моем компьютере может у вас будет по-другому конечно компьютер очень мощный но все равно эти файлы немножко залипают они как-то туговато идут и когда у меня большой проект с большим количеством каких-то эффектов цвет коррекции так далее то премьер вот с этими файлями просто зависнет ну так будет тормозить сильно очень и я заранее эти файлы коммертирую в энкодере то есть перевожу в то же самый формат допустим MPEG 2 здесь у меня Full HD я тоже делаю MPEG 2 Full HD и эти файлы уже у меня идут в примере со свистом просто энкодер мы в этом курсе тоже я думаю разберем я покажу как это делается и все и конечно более правильно было бы в начале эти файлы переконвертировать в то же самый формат но тогда у нас все бы шло как по маслу а пока ну будет немножко тормозить что делать Full HD давайте сократим сделаем вот так вот плюсик нажмем несколько раз допустим наши титры пускай выплывают снизу вот отсюда посмотрим откуда они должны вплывать а вот отсюда и вот и здесь не встали вот здесь щелкаем выделяем клип в котором находятся титры и то есть мы сейчас будем немножко анимировать то же самое будем делать с фотографиями об этом я писал также вернее рассказывал в уроке эффект controls как все это двигать как вставить ключевые кадры и так далее так выделяем клип у нас это позиция да то есть мы сейчас будем выше ниже делать отмена значит ставим ключевой кадр первый только один раз ставим ключевой кадр потом ключевые кадры будут образовываться сами собой щелкаем появился ключевой кадр так у нас титры будут стоять 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 и отсюда пошли вниз я думаю логично это будет снова ставим ключевой кадр перемещаемся в начало клипа при опускании текста вниз образуется автоматически ключевой кадр смотрите видите он уже появился все и давайте снова выделяем чтобы здесь переместиться переместимся в конец клипа один кадр влево стрелочка влево и снова опускаем то есть у нас снова будет ну и пускай давайте отбой сделаем давайте пускай он уходит вправо вправо это вот сюда вот так вот теперь смотрим что получается то есть у нас вначале снизу появляется наши титры встают постояли люди прочитали и они уходят справа смотрим сначала но эти резко они встали и резко уходит ведь как резко уходит резко чтобы вот не так быстро уходили они мы давайте этот ключевой кадр сместим влево то есть пускай они уходят дольше одно слово люди прочитают и так нормально но но видите у нас резко уходит резко приходит резко уходит что мы делаем вот отсюда у нас как бы текст уходит мы нажимаем правой кнопкой по ключевому кадру выбираем вот эту строчку и выбираем easy out то есть мы как бы out выходим оттуда смотрите как у нас насколько плавнее стал двигаться текст тормозит вот видите нас намного плавнее стало уходить то же самое здесь только здесь ставим уже easy in здесь у нас вход такой плавный вход получается эти не трогаем ключевые кадры видите тормозит это из-за того что файлы в формате мтс плавно плавно пришло и плавно плавно уходит но после просчета вот этих дерганий не будет будет все идеально ровно и плавно особенно на дисках давайте еще немножко сдвинем вот так или же давайте поменьше пока сделаем немножко клип то есть как это мы сделаем мы можем просто сместить ключевые кадры и немножко подрезать допустим мы хотим вот до сюда вот так обрезать если мы обрежем то у нас видите смотрите что получится получится бардак бум некрасиво давайте так обрежем выделяем и видите в шестом примере почему-то пропадает последний ключевой кадр в пятом пять с половиной этого не было в общем ребята постарались много чего сделали такого ненужного видите появляется черное где этот ключевой кадр выделяем оба кадра ключевых вот у нас стоит курсор в этом месте и он дублируется на таком ну то есть стоит на том же расстоянии и сдвигаем оба ключевых опа не получилось вот так примерно попробуем еще раз еще раз еще вот так вот будет у нас двигаться нет не двигается давайте попробуем мышечку вот так вот вот так вот кстати про эти ключевые кадры я рассказывал в уроке который называется эффект контролл можете там почитать все поймете вот покороче теперь мы идем то есть ставим курсор точно на этом ключевом кадре вот таким образом щелкаем по этой стрелочке и курсор встает четко на этом кадре чтобы его удалить этот кадр мы можем нажать вот на этот ромбик сделаем отбой удалять нам не нужно и теперь и теперь мы просто-напросто берем и отрезаем кусок уже не нужный титров для чего чтобы здесь поставить такой плавный переход в этом месте все это мы делаем в принципе люди прочитали Мексика 2013 знаете при желании если у вас будет такое желание конечно изменить титры просто-напросто щелкаете два раза по этому клипу титры и меняете шрифт стиль меняете ну в общем здесь много очень интересного просто берете и ковыряетесь в этом деле давайте поставим такой плавный переход Ctrl D вот так смотрим как получается вот и все отлично давайте стык подставим под сильную долю в музыке вот примерно здесь возьмем и обрежем пускай у нас клип будет короткий просто покажу как более-менее будет правильно видите сильная доля музыки и у нас меняется клип примерно вот так кстати как можно поставить оптом видео и аудио переходы по умолчанию выделяем клипы в стыках которых мы хотим вставить переходы по умолчанию допустим вот эти три клипа раз два три нажимаем V выделяем вот эти вот получается даже не клипы выделяем стыки чтобы стыки и клипы вокруг них были выделены идем меню sequence и apply default transition to selection то есть применить переходы по умолчанию к выделенному то есть к выделенным клипам щелкаем и у нас переходы встали туда куда мы захотели чтобы они встали именно эти переходы нормально плавненько все ровненько здесь у нас перехода не будет здесь у нас будет другой переход давайте сразу переходы и поставим какой-нибудь другой идем эффекты видео transitions значит у вас вот эта папка есть точно купить давайте поставим в принципе любой ну здесь честно говоря эти переходы не особо пойдут конечно я просто покажу как ставить а вы будете сами решать вам ставить или не ставить но переходов много ставить нельзя а то будет как найти перенасыщенно получился но уже по крайней мере нет рывка но опять же как я говорил я вставляю переходы только там где обрезанные клипы если клипы будут не обрезаны то видео вот здесь вот пока вот переход видео будет стоять здесь будет стоять а вот в этом месте будет видео стоять вот в этом клипе это будет некрасиво и непрофессионально так у нас все двигается если клипы обрезаны ну давайте сюда тоже что-нибудь поставим из другой папочки у вас есть вот page пил точно у вас есть давайте поставим мы хватаем мышкой этот переход и вставляем четко между клипами переход можно конечно отрегулировать его сделать можно длиннее короче и так далее можно сделать здесь ну тоже я об этом все рассказывал давайте вкратце плюс нажмем инструментом выделения selection tool V можем переход уменьшить так можем так можем его вытянуть насколько это позволяет то есть насколько мы его обрезали давайте оставим вот так вот оставим можно сделать это в окне effect controls то есть вначале нужно этот клип конечно выделить ну если мы выделяем этот клип то у нас параметры в окне effect controls именно выделенного клипа если мы выделяем переход то у нас появляются параметры перехода то есть можно его здесь вот подвигать переход больше и меньше сделать можно его поставить допустим в начало старт следующего клипа либо в конец предыдущего либо поставить по центру также можно увеличить длину сделать его там пять секунд видите можно можно щелкнуть по числовому значению длительности перехода то есть по тайм-коду и набрать допустим хотим две секунды ровно то есть мы пишем два и ноль-ноль кадров только так если мы просто ведем двоечку то это получится два кадра получается у нас две секунды ровно то есть видите две секунды ноль-ноль кадров также мы можем конечно вести две секунды там пятнадцать кадров пятнадцать с половиной не знаю получится не получится не пробовал да это не нужно в принципе здесь все легко и просто можно сделать реверс но это смысла нет никакого вот примерно так ну видите переход не нравится на самом деле есть лучше перехода вот вот давайте слово дурацкое уберем давайте вот шум уберем вот отсюда начнем клип сейчас мы сделаем музыку потише нажимаем B отрезаем и давайте вот отсюда отсюда у нас пошла музыка затихать выделяем музыку появляются параметры в окне эффект controls музыкального клипа и раскрываем вкладочку volume громкость и раскроем давайте level уровень и в этом месте ставим ключевой кадр вот так щелкаем по будильнику не получилось первого раза второй раз щелкнули появился ключевой кадр здесь у нас сейчас 0 дБ по молчанию включаем и в этом месте меньше 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 опа и в этом месте допустим пускай у нас будет ну не знаю там минус 12 можем так же щелкнуть вот так чтобы выделяем числовое значение и пишем минус допустим 12 не надо писать уже 0 кадров нажимаем enter то есть минус 12 дБ у нас у нас не время а дБ уровень громкости видите у нас давайте увеличим щелкаем по этому полю и нажмем плюсик мы видим эти ключевые кадры которые можно передвигать можно вот так вот выделить их и передвигать и мы видим то есть двигая курсор в этом окне курсор двигается и здесь и то же самое наоборот вот видите пошла музыка на нет ну смотрите вниз здесь у нас резко видите появляется шум выделяем нужную дорожку перемещаемся в начало этого клипа стрелочкой вверх и нажимаем сочетание клавиш ctrl shift d видите что появляется вот такой вот карандаш дело в чем я сейчас пишу это видеокурс в программе Camtasia Studio а вот у нее как раз на этих горячих клавишах находится вот этот вот инструмент то есть карандашик так давайте так сделаем мы уже наговорили почти полтора часа то есть закончим то есть разобьем урок опять на две части вот я сейчас разберусь вот с этими вот горящими клавишами в Camtasia Studio вот и во втором уроке мы продолжим с вами то есть как раз с этого момента начнем сделаем слайд-шоу и в принципе а и подобью музыку ко второму клипу все давайте до встречи во второй части урока